Здорово, YouTube! Здорово, Zen! С вами Джон, он же Reset312. Сегодня в этом ролике мы заценим, что же нам там привез Reset от 12 сентября 2023 года. Начнем после вашего лайка, подписки на канал, прожать колокольчиком, прохождение по всем ссылочкам, с вами ролика для поддержки стримера. Раз уж мы уж оказались на башне, то начнем с сумящих налетов. Посмотрим, что у нас там на этой неделе будет за ГМ. Начнем, начнем, да. Смотрим, на этой неделе у нас пулемет Рой Адепт. Да, окей, ладно. Сумящие налеты у нас. Европа, модификатор там, гальванизация, связзвяженная линейно-плазная винтовка, мощь молнии, мощь нити, связзвяженное оружие, эмпат, солнечная угроза, неудержимые барьерные, мобы, модификатор герой, дополнительные очки авангарда и враги со всеми щитами. В Грандмастере у нас тут тоже... А, ротации на этой неделе не будет, я же забыл совсем. Банджи же сделали так, да, то что... У нас ротация появляется только когда все три ГМа будут доступны. Да, усияющий в Рой есть. То есть на этой неделе у нас доступен только на Европе Грандмастер. Ну ладно, в принципе меньше работы будет. Окей, ждем ротацию через три недели. Просто до этого в предыдущем видосе подготовки Грандмастеров я сказал, что будет у нас ротация, но по-видимому ее не будет на этот день. Потому что печати у меня закрыты, а ротации нету. Так, в Гамбите у нас ничего не поменялось. Пвп у нас на этой неделе железного знамя не будет, и железное знамя будет через три недели. Но зато у нас есть превосходство, есть контроль, заседательная игра, лаборатория Корнила у нас по-прежнему реликвия. И превосходство будет заменено на испытания Осирица в пятницу. Управление инерции у нас также присутствует, если вдруг кому-то надо быстренько пушки пофармить. Стычка. В Легендах у нас... Крота, как обычно. Гибель Короля. Предвестия. По второму кругу пошли экзотические миссии. Кому надо будет пофармить Осирица. Пушки с прошлых сезонов и так далее. Также у нас доступен Крустальный чертог со всеми испытаниями. Видосы по испытаниям у меня на ютубе есть. На мастере у нас падает броня с повышенным интеллектом. Все так же там можно использовать ракетницы для того, чтобы фармить босса как можно быстрее. На темпларе-хромовнике. Но они никогда не научатся... Вызовы вечности у нас на Легенде. Крота. Кому надо улей. Подземелья у нас расколотый трон. Кому надо полутать сверзвяжные всех мощных снаряжения. И какие-нибудь пушки поролить. На Нессе, Мире Престоле и ЕМЗ по-прежнему у нас есть рыбалка. На ЕМЗ у нас по-прежнему есть узел управления Авалон. Оттуда можно сверхмошку получить. Так. Сюжетка у нас продолжается. Путь клинка. Подойдите к его проектору. Но этим мы займем сейчас в конце ролика. Призраки в глубину у нас все еще доступны. Погружение все еще есть. Так. Европа. По Европе у нас ничего. На Нептуне у нас... Источник кошмаров по-прежнему здесь. Раздел Лазейка. Область сторжения Вексов. Кому нужен какой-нибудь экдот, которого у них до этого не было. Если вам не хочется фармить это в секторах, то можно сделать это как раз здесь. Только будьте осторожны. Если будет в одной локации при ресете дня перегрузка терминала и область сторжения Вексов, то вы не сможете пофармить область сторжения Вексов. Поэтому бесполезно дать. Напоминаю, что в Телеграме и в Дискорде есть специальная группа, которая показывает, когда готовы начаться область сторжения Вексов. Также у нас есть еженедельное задание. Гальванизация, сверхзаряжный пулемет, мощь молнии, мощь нити, сверхзаряжное оружие, выжженная земля, пустотная угроза, антибарьерные и недержимые воители, модификаторы герой и бойцы со всеми щитами. Есть у Ульи свет или нет, неважно. Они никогда не станут стражами. В принципе тут никто не у нас на это все. Что у нас по ТС Эверис? ТС Эверис у нас. Побег с Пэррол. Тарантайка. Зинь, зинь, зинь. Так и было задумано, да. 3,250. Дороговато. Исследователь чужих морей. Кораблик. Расплетение нити судьбы. Эффект появления. Стильно. Да, у сияющего роя есть свет. Промасленная бронза. Слушайте, неплохой такой шейдер. Весенняя слабость. Какая-то сапа. Так, сальто с поддержкой. Круповой жест. Для тех, кто хочет себе сломать позвоночник. Опорощенная оболочка. В реальной жизни не повторяйте к этому. Набор Великий Вен. Владение аномалий Детерминистский хаос. Украшения на Детерминистский хаос. Внезапно. Так, яркая пыль у нас. Сельская кадриль. Кого будем кадрить? Ладно, купим. Дар по вонянию. Воняло, вонять. Воняет и будет вонять. Это кто же так нагадил? Ладно, возьмем. После того, как какого-нибудь читера убьешь. Так, оболочка, четкие линии. Каркасный клипер. Для клипарей на печах. Маши нас врасплох не застал. Кораблик. Крейсер нравов. А, это крейсом 312. Это мы берем сюда. ну комментарий излишки условная завершенность украшение которое до этого только за серебро было это нам надо проекция 14 ну и целая куча шейдеров ну вот с эверис себя уже оправдал на этой неделе кровавый клык шейдер вечерние раздоры 7 сестер весенняя слабость опять стиль вексов инотавр появление пирамида так все у нас по сезону если улей может возродиться в свете сезонные испытания на этой неделе у нас пройти сюжетку мощное столкновение в алтарях призыва победу уроном подкласса победить врагов с помощью типа урон соответствующему вашему подклассу ну окей то есть я или на электрике бегу не эллиптической пушка победить чите силу цвета уничтожая врагов с помощью пустотного электрического или солнечного урона достигнет цели быстрее воздействуя на врагов способности подкласса муки а выполните предневные контракты во время сезона колдовство окей совершайте добиваешься способностями в заданиях сезона колдовства завершайте любой суммешный налет на уме сошлись грандмастер откалибруйте оружие для боя на короткой дистанции пистолет и пулеметы и так далее понятно окей час ну да кому там надо с сезона величия украшения там шмотки и так далее вот тут с появилась так сказать ладно пройдем сейчас по башне посмотрим чем там привезли торговцы во первых у нас там банша сегодня чел у него и хорошо там стрелял у него шепчий камень такой себе лучок окей на планка сезона добыча пулемет кому надо для крафта запасной план винтовка разведчика кому нужна 200 600 винтовка разведчика для пв я неплохая в принципе так есть вообще никакой нет пицца кота чисто по фанец и 900 и пипега галу снайпа не знаю зачем она нужна на пусть будет так персей винтовка разведчика старец ну стреляй подбирай есть так глиссандра пропускаем корректор приятно если у вас винтовка разведчика солнечных нет то можно купить для пв я неплохая логма диверсанты один за всех перк для пв я марсили иди но если у вас не знаю где нужно 3 не честно говоря и одезия окей тоже такой все ладно идем дальше так нападая общищая побежденные стражи в гамбите 10 штук надо убить добиваешь парень гарнили вместе с тиммейтами по клану 20 штук рейд пройти и сумочный налет ну понятно тут стандарт идем дальше так дальше а до 1 чё там нам лады у нас черный амалон инновации бреев судьба мертвой орбиты кому нужен темненький шейдер мы идем дальше так далее у нас удвоенный награда за сумочный налет и удвоение награде из следующего еженедельного обнуления поэтому кто захочет пофармить себя пулемет рой вперед ну или до ускорителя вангарда ну или обнуление ради украшения сезонной пушки до получить также у нас событие в магазине я вас вспоминается увеличен то что проект то про что мы говорили ранее весь день доступном магазине до 2 октября я так понял а это 2 октября будет доступна ладно сейчас мы к зуру залетим на забогована мы продолжим так ладно погнали сюжетить с этом вроде закончили так пардон тут оказывается я был портал заходить вот это вот каждый раз путы приходится подсвечивать эту штуку и звездочка опять бежишь в мир престол думаешь саватун оставила тебе советы о том как победить зиму а то эрис по моему вообще без понятия вряд ли ты осознаешь что без плана саватун вы бы пропали даже мертвая она умнее вас она то все поняла еще много лет назад взять странника спрятать от свидетеля вот и все дела но вам стражам кровь износу надо быть в центре внимания и вы пошли на таран освободили своего дорогого странника и оставили свидетелю на блюдечке с голубой каемочкой и вот теперь почти все пропало так что удачи вам перехитрить саватун хотя она просто хочет исправить ваши же ошибки странник не ошибся выбрав улей он исправлял ошибку которую допустил когда выбрал вас были но раз она такая умная она не могла нам изначально сказать то что вот стражу меня вот такой вот план бла-бла-бла типа давайте объединяться вместе там будем защищать странника от свидетеля а не устраивать этого переодевания василиса с похищением и так далее ну типа кому так дела не делаются манама ванна ну кстати неплохой сюжетный кусок должен пояснить так гармония одеть и гармонии стихию ритуального стола эрис окей учебном взять пойти наверно возьмем пустоту или солнце просто прошу раз мы брали электричество ладно посмотрим так вот теперь в портал нам заходить надо так судя по изученному вам заметка малой кимича янтайна хули я уверен на том что сможет окупить свою власть он миром престолом продолжим эксперименты саватун со светом гармонии и позволит вам усилить свои способности эффективнее продвигаться по шпилю саватун выберите стихии приступить к того вашу выбор влияет на начале награды в итоге сможете перевести гармонии со всеми стихиями в принципе пофиг давайте солнце возьмем так не надо закрыть получается два патруля и 30 мобов убить солнцем окей окей забыл уточнить патрули в мире престоле надо делать но окей выполняется поэтому быстро сделаем так гармония металла фазе найден нам надо заселены сектор теперь нам супе поехали так оки-доки там даже далеко идти нет она очень когда идем как стопа в этом секторе я же вроде уже делают прошлый раз и а это был другой он подсвечивался тут он подсвечивал сяду он подсвечивал сяду так нет у вас пустотный у меня солнечный я все правильно дело по идее я я же сказал мы в разные так для этогоwww space Ага, вот и знаки. Че, где еще? Пропустил, походу. Ладно, сейчас найдем. Че, это не все, что ли? А, еще. Неморожденный нападает в засады. А, еще. Так, зря и перезаживай. Вы присутствовали при разговоре, окей. Ладно, сейчас. Существторы зашли. Дядьку. Ну, а на поразили шлем. Сыкоровые точки погружения. Что-то нам, нас к предыдущему сезону отправили. Ничего себе. Ты вернулась с Лауна. Хорошо быть дома. Но, судя по впечатлениям Ассы, это не просто светский визит. К сожалению, нет. Что ты знаешь о плане Эрис? Только то, что она и Аса связаны каким-то ритуалом улья. Я была против этого, но, как сказала Аса, иногда, чтобы одолеть врага, приходится стать им. Именно это меня и беспокоит. Слоу, мне нужно поговорить с ней. Нет, Аса уже достаточно сделала для Авангарда. Она едва оправилась после. Я буду говорить, связанное договором, пока Дань удерживается под потоком. Ты помогаешь Эрис обуздать энергию от Дани. Искажаясь, опустошаясь, я освобожусь со временем. И я останусь связанной навсегда. Если ритуал затянется надолго, Эрис, став частью улья, окажется в ловушке. И Аса будет осквернена. Она превратится в нечто ужасное. Икора, я скорее разнесу башню до основания, чем дам ее в обиду. До этого не дойдет, Слоун. Обещаю. Писи. Задите голопроектор и шлейф. Но это у нас тут небольшой сеанс чего вещания был у Асы через Слоун. Страж, у меня было время поразмыслить над беседой Икоры со Слоун и Асой. Я знала, что приняв ульей, впитав смертоносный яд насилия его воинов, я обреку себя на мучения. Я считала, что подготовилась. Я долго жила в тени, и вопящие ужасы улья могли бы даровать успокоение после будничных снов. Называя червей по именам, я пробудила лишь их резонанс, но Аса откликнулась на мой зов. Она пожелала стать катализатором, который усилит меня, но ее боль реальна и безмерна. Я хотела взять весь риск этой зловещей трансформации на себя. Но питаться страданиями Асы не думала, что мне придется перейти эту грань. Страж, будь рядом, и мы быстрее сможем оставить все это в прошлом. Я не стану той, кем не являюсь. Намана. В этот раз Эрис предстоит перед вами в обычном человеческом облике и делится своими мыслями о связи с Асаной. Ее лице считается привычной решимостью, однако Эрис чем-то расстроен. Ну, да. Я бы тоже расстроился. Сообщение по рации прослушаю. Черви-боги добывают себе пропитание между тем, что есть, и тем, что могло бы быть, между реальным и возможным. Заключив злополучную сделку с этими червями, Улий обрел бессмертие, и власть творит с миром то, что ему заблагорассудится. Немногие существа в этой вселенной черпают свою силу таким образом. Королева Рифа считает, что Ахамкары делали так же. Драконы желаний были слишком опасны, чтобы жить. Как и Зиву Арат. Мне жаль, что пришлось установить связь с Асаной. Но это был единственный путь к цели. Я вызвала к червям, и она ответила. А ты знала, что это произойдет? Это было возможно. Силой такого рода возможно все. Попыток установить такую связь не было с тех пор, как черви-боги заключили сделку со свидетелем. Аса, возможно, отвергла его тогда. Но желание подчинить вселенную своей воле вплетено в само ее существо. Она ничем не обязана ему. Независима и не порабощена. Голубины не в ее природе. Но из-за личинки в посохе теперь это и мое желание. Теперь я обладаю ее силой. Вы обе можете погибнуть. Это только наш риск. Классно. То есть они друг другу... То есть аса ее усиливает, ей при этом больно. И они еще в конце могут либо свихнуться, либо погибнуть. Нормально. Что-то мне уже интересно. Если при всем этом зевуаратом, я не знаю, если ее сольют, или если она сбежит просто тупо, да, и Эрис останется с носом, это будет фейл. Просто, ну, накручивают, ставки повышают. Но будем наблюдать, что сказать. Надо сейчас... Оформить в карточке. Так. У нас тут неопознанная карта. Гуляет один заряд в сознании, когда у вас в руках солнечный кристалл. Это нам надо. Так. Следующее сфокусированное оружие. Резонанс глубины движения. Ну, спасибо. Я уже скрафтил все. Так. Нет, неопознанная карта. О. Это же недельное задание. Сюда. Что мне надо? Уничтожайте врагов по всей солнечной системе солнечного оружия, чтобы получить частицы озарения. Ну, ладно. Потом сделаем. В принципе, окей. Ну, что ж. Неплохая сюжетка на этой неделе. Сейчас пойдем тогда к гранмастеру проходить. Ну, а... По поводу... Тесс Эверис. Что, бежим покупать сиреню украшения на условную завершенность? В принципе, спасибо, Банжи. Оно в прошлом сезоне продавалось только за серебро. Сейчас доступно за яркую пыль. Поэтому бегом в магазин. Я думаю, это того стоит. Если у вас есть этот шотик. А если нету, то причин его достать. Как-то так. Ладно. YouTube Zen. Спасибо за просмотр. Растай. С интересным блочем. Сегодня мы инвизием глифем. Увидимся в следующих роликах. Пич. Погнали в гранмастеры. Продолжение следует.